Когда легионы РДК заходили, были с помощью громкоговорителей объявлены для мирного населения, чтобы они прятались в подвал, не выходили из дома. И, соответственно, мы знаем, что, ну и наша позиция, и мы знаем, что мирное население не пострадало. А то, что путинские силовики страдают и отправляются вслед за русским военным кораблем, это да, в этом есть одна из задач. До какого часа будет Легион свободы России и Российский добровольный корпус перебывать на территории России? Есть план А, план Б, план С, но то, что на территории России сформировается новая власть, это совершенно точно. Возможно сначала в отдельных регионах, но, конечно, наша цель – это Москва. Это тоже рассматривается как один из сценариев. Будет возможность и боевая необходимость укрепиться, значит будут укрепляться. Не будет такой возможности и необходимости, будет принято решение отступить, значит отступят. Что такое, взагалі, российская озброяная оппозиция? Та оппозиция российская, которая находится в странах Западной и Центральной Восточной Европы, как правило, они такие себе пацифисты, там мы в белом пальто, никакого насилия, никакого оружия, вот там украинцы воюют и так далее. Мы считаем, что эта позиция неправильная, аморальная и непродуктивная. Как бы никакие шарики, ленточки, митинги против Путина уже не работают. Тут может все решиться только с помощью вооруженного сопротивления. Поэтому Легион, Свободная Россия и РДК – это авангард, который впереди всех в вопросе освобождения России. Ну а мы, Полицентр, мы как бы поддерживаем их, что называется, политическими средствами. Мы такая значительная среда, в которой есть несколько вот таких сетей, которые занимаются, собственно, партизанскими акциями, партизанскими атаками на территории России. Пока что, я думаю, еще рано говорить о том, что партизаны соединятся с авангардом, который вошел на территорию Белгородской области, но вообще, собственно, все для этого и сделано. А какие насамперед цели хочут вразить организации, которые действуют военно-восвязь? Вот, под вашим крылом, так бы мовить. У партизан, которые действуют на территории России, основная цель, во-первых, ослаблять, собственно, военный потенциал путинской армии. Не случайно, что горят постоянно нефтебазы, пускаются под откос поезда. Это определенный, что называется, вклад в ослабление мощности, мощности, если так можно сказать, путинской армии, ее способности атаковать и оперативно реагировать на ситуацию на фронте. Алексей, а вы не вважаете, что действия, которые мы видим с боку Легиона свободы России, или от РДК в Белгородской области, РФ, что это может, насправдя, дискредитировать Збройные силы Украины, або как-то нашкодить каким-то образом Украине, как государству, Ну, вооруженные силы Украины никаким образом в этой операции на Белгородской области не принимают участие. В ней принимают участие только граждане России, которые возвращаются к себе домой. Ну, а как можно запретить гражданам России возвращаться к себе домой?